Боевики стягивают силы к линии Авдеевка-Пески. Западнее Донецка, где последние двое суток было относительно тихо, украинские бойцы фиксируют движение военной техники противника. А еще враг все чаще использует тактику выжженной земли. Наш военкор Ирина Баглай продолжит. Выжженные поля, подсобные хозяйские помещения и обочина дороги, которая ведет к передовой за Красногоровкой. Уже несколько суток на этом участке фронта, хоть и относительно тихо, но боевики по-прежнему держат напряжение и наших солдат. Одиночными выстрелами из минометов поджигают поля. 82-го мин, у нас пришло вот такая вот красота. Зажигание моментальное, то, что трава сухая. Часа 3-4 мы тушили это все, как говорится, допоздна. То, что, ну, конечно, чтобы оно не пошло на посадку. Не более десятка мин, но все они бесшумные, говорят армейцы. Стреляют, значит, очень с дальних позиций на максимальном расстоянии. Выхода не слышно, а уже когда прилет, надо быстро сразу, если услышал свист, быстро принимать действия, упасть, укрыться. Под захваченной наемниками Старой Михайловкой отчет боевых действий украинские пехотинцы ведут с 20 июля. Месяц назад против них агрессор вывел танки, била вражеская артиллерия, а диверсанты пытались захватить наши позиции. Сегодня здесь по сравнению с теми адскими сутками почти тишина. Активность их стала меньше. Вчера там 120-м чуть-чуть обстреляли. Минометы, видно, выходы с шахты Челюскинцев. Вот были оттуда вспышки, ну, как бы замеченные. Вот работают шахты и работают также церковь, купола. Там рядом недалеко у них позиция минометная. Наши окопы в прямой видимости снайперов-наемников в полукилометре от их огневых позиций. Пулька прилетела. Я не пойму, как она так получила. Мы вытянули 12,7 просто пулю. Вот, решили, вот, и вот идут. А это вот уже от снаряда и от пули. Некоторое снижение активности боевиков на этом участке фронта наши солдаты объясняют возможной передислокацией сил противника. Из-за нехватки личного состава враг перебрасывает подразделение тяжелую технику к северу от Донецка. К Авдеевке. Возможно, перебросили куда-то силы, то, что слышно, как идут бои в районе Авдеевки, Песок. 20 числа воскресенье, ну, с стороны Донецка, с стороны Авдеевки были грады, Савушки. И долго было, больше часа, может, два. Сразу выходило пять-шесть выстрелов одновременно. А последний раз полностью вся установка там, полностью вся кассета вышла. И этой ночью боевики несколько часов ввели огонь из минометов и крупнокалиберного вооружения по нашей пехоте перед Авдеевкой. Украинским защитникам огонь боевиков удалось подавить. Но без потерь не обошлось. От вражеской пули погиб 28-летний Денис Глова, родом из Фастова, единственный сын у матери. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер.